Дмитрий Кузьмин охотник со стажем. К лесу и тихой охоте пристрастился еще в детстве. С тех пор это его любимое хобби. Белые лисички, сыроежки, а осенью опята. Говорит, в нашем регионе сезон их сбора начинается с 1 сентября, но не в этом году. Сегодня, в этом году, период как бы плодоношения запоздал, потому что тепло, достаточно тепло в этом году. И вот сейчас уже 6, а 7 сентября, а опят еще практически нет, только мелочи на деревьях в основном. Грибы Дмитрий собирает для себя, а оставшиеся раздает друзьям и родственникам. Говорит, максимум удавалось собрать 4 больших ведра за один раз. Многие собирают грибы для продажи. Однако, можно ли действительно заработать на опятах, мы выясняли уже на рынке. А можно ли вот заработать на опятах? Да, вполне. Но это сезонная работа, поэтому не круглый год можно работать. Говорят, дополнительный доход неплохой. Спрос есть. Покупателей появляется почти каждые 5-10 минут. Купить маленький котелок на рынке можно за 100 рублей, большой 5-литровый за 550. Вполне приемлемая цена для покупателей. В день можно заработать от 3 до 4 тысяч, а доход в месяц может начинаться от 20 тысяч и больше. Обычно грибники не любят делиться местами сбора. Но Дмитрий рассказал, что неплохой урожай опят можно собрать в лесу у ребрихи и рогозихи. Хорошим местом для сбора считается и Космолихинский ленточный бор, примерно в 50 километров от Барнаула. Ну, опята вообще в Березняках. Там, где березы растут. Например, если смешанный лес, то березы должны расти часто, потому что опенок – это гриб-паразит. И если деревья, березы растут близко друг к другу, то они заражают друг друга этим паразитом. Грибники говорят, опята подоспеют уже через 3-4 дня. А значит, в ближайшие выходные самое время отправиться с семьей или друзьями в лес на тихую охоту. Анастасия Болотина, Данил Захаров. День с толком. Анастасия Болотина, Данил Захаров. День с толком.